Привет, друзья! Это рубрика 5+, где мы изучаем Библию, не отходя от экрана. Приближается светлый праздник Рождества, и мы будем изучать тех героев, которые связаны с этой прекрасной историей. Сегодня мы поговорим с вами об Иосифе и Марии, где они жили и почему должны были отправиться в Вифлеем. Сегодня мы будем не только смотреть и слушать, но и активно участвовать для того, чтобы лучше понять то время, в котором жили Иосиф и Мария. Иосиф и Мария из Назарета в Вифлеем. История Рождества начинается в городе Назарет. Найди на карте город Назарет. В какой стране он находится? Если тебе удобно, то открой гугл-карты и посмотри там. Около двух тысяч лет назад в Назарете жила молодая женщина по имени Мария. Она была помолвлена с молодым человеком по имени Иосиф, который работал плотником. А ты знаешь, чем занимаются плотники? Что они делают? Однажды перед Марией явился ангел. Ангела звали Гавриил. Ангел Гавриил сказал Марии, что она была выбрана для рождения особенного ребенка. Ангел объяснил ей, что младенец будет сыном Бога и что она должна назвать его Иисусом. Затем Мария сообщила Иосифу хорошие новости. Как ты думаешь, почему был послан ангел, чтобы передать это послание? Почему именно ангел? В библейские времена людям приходилось ехать в свои родные города, чтобы зарегистрироваться для участия в римской переписи. Иосиф был из Вифлеема, поэтому Марии и Иосифу пришлось вместе ехать в Вифлеем. На тот момент Мария была беременная. Как ты думаешь, для чего нужно было регистрироваться в этой римской переписи? Зачем это нужно? А теперь давай подумаем, если бы вашей семье пришлось отправиться в путешествие, то какой вид транспорта выбрал бы именно ты? Можешь ли ты представить себе, как в то время, две тысячи лет назад, Мария и Иосиф ехали в Вифлеем? И какой вид транспорта был в те времена? Открой гугл-карты и посмотри путь из города Назарета в город Вифлеем. Расскажи, сколько километров от одного города до другого и сколько времени нужно, чтобы туда добраться? Можно посмотреть, сколько времени нужно идти пешком, сколько времени потребуется поехать на автобусе или на машине. Иосиф и Мария должны были пройти эту перепись населения. Кстати, а ты знаешь, как проходит перепись населения в наши дни, в том месте, где ты живёшь? Наверное, сегодняшнее видео, в принципе, задало больше вопросов, чем дало ответов, но это ведь и интересно. Возьмите телефоны или планшеты, соберитесь с семьёй, воскресной школой, с друзьями. Посмотрите ответы на эти вопросы, обсудите с друзьями ситуацию, которая была две тысячи лет назад, перед Рождеством. И поблагодарите Бога за то, что Он послал в мир Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. А я желаю вам прекрасного, мирного и светлого предрождественского времени, времени ожидания Рождества, время Адвента. Пусть в ваших семьях будет мир и Божья благодать. Хорошего дня! Пока!